Добрый вечер, друзья. Мы снова вместе. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня у нас мощная команда. Причем участвовать будут в лекциях даже Тимофей Николаевич, его старший друг Иван. Пока, как называется, на скамейке запасных. Покажи, чтобы вот тут тебя даже вот видно, если ближе сюда. Вот он еще наш будущий участник, но подучим немного. А Тимофей уже у нас ветеран. Значит, смотрите. Главное, что будет у нас вебинар, представлять собой беседу между мной и Еленой Александровной Савиничей. Вы уже хорошо ее знакомы, но потом еще представлю. Значит, получилось так, что вот она, свидетель. Только сейчас пришло письмо. Оно меня удивило. Я хочу, чтобы вы поняли, в какой атмосфере я нахожусь. Значит, человек пишет, что вы показываете и говорите, что косточки отправляются в сыром песке, а у меня косточки, это она получила от меня, без песка и сухие, что мне делать? Так как это не единственный случай, то есть люди со мной общаются, а явно, ну как, заказ сделала, все оплатила, все получила. Оказывается, каталог-то не смотрела, что я, например, в сыром песке начинаю высылать с второй половины января, либо все остальное даже середины февраля. Ясно, что сухие. Чем лучше сухие? Они сухие тем, что они целенькие сохранности. А представляете, я бы вам сейчас пришли бы, они сырые. И где-то в феврале они бы проснулись, к марту, к апрелю они бы увеличились, у них бы выпустили корешки размером 1-2 спички и выбрасывать. Вот. А я для чего это сказал? У нее переписки, я прям с переписки взял и скопировал вот это вот. Значит, две, два фирма моих. Вот они живем, проверяйте, смотрите. А правильной посадки семян и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, это как раз со статификацией. Рассмотрены все варианты для всех климатических зон. А она этого не заметила. А позвонила пять минут назад, не знала про вебинары. Я отправила в свою гостевую, она сказала, вижу, но смогу ли зайти. Если что, завтра я отдельно это все объясню. Вот. С этого я вынужден начать, потому что, помните мой принцип, мы начинаем с писем. Теперь так. Тимофей. Тимофей! Тимофей Николаевич. А ты уже как ветеран, ты уже, если тебе исполнилось несколько дней назад восемь лет, получается у тебя ветеранский срок восемь лет. Согласен? Да. Да. Рассказывай, что ты делаешь? Мне дед дал команду пересадить дерево. Так. Потому что оно раскинуло плохо под тенью большого дерева. Я выкопала дерево с большим комом земли. А зачем комом земли, зачем надрываться? Потому что дерево будет лучше расти. Так. И все-таки корни нарушили? Корни нарушены. Так. И я высыпал землю, потом я выкопал яму и посадил в дерево. Так. Это вам не шутки. Потом я полил. Хорошо полил. Так. Полил. Как называется, кстати, дерево? Дерево черного абрикоса. Теперь это величайшая редкость. Это четвертое и последнее дерево черного абрикоса в нашем саду. За него лично отвечаешь. Дальше пошли. Потом я обрезал дерево. Раз. Раз. Два. Два. Три. Четыре. Четыре. Для чего? Чтобы оно... Чтобы корни впитали. Чтобы впитали. Эх ты. Значит так. Ты правильно сказал. Чтобы корни впитали влагу. Этой влаги хватило на остаток. На это так. На это так. Даже можно смело сказать о грызах. Но без этого никак. Потом я выровнял дерево. Я его привязал и выровнял. Понятно. Привязал и выровнял. А кол? Я вставил колы и привязал дерево. Ну а теперь смотрим как в девятнадцатом. Я по Фрейду уговорился. Не в девятнадцатом веке. В двадцать первом веке. В девятнадцатом году садят крупнейший питомник России. И это взято. Это свежий фильм с их сайта. Так? Все, Тимоша. Давай занимайтесь теперь с Иваном. А мы продолжим с Леной Александровной. Лена Александровна, вы попали ко мне, уже будучи довольно, как сказать, серьезным человеком. Потому что у вас грант президентский и прочее, прочее. Вы сейчас можете представиться еще раз уже, так как еще один год закончился. Где вы, что вы. И про ваше дальнейшее. Я не буду вас расспрашивать, чтобы не сглазить к судьбе. А вот на данном этапе что у вас есть? На данном этапе я заканчиваю второй курс магистратуры Красноярского аграрного университета по специальности агрономия. Но специализация моя это плодоводство. Была победителем президентской, у меня была президентская именная стипендия и именная стипендия правительства Российской Федерации за достижения в науке. Так, понятно. То есть вы не просто сидели, дремали на лекциях, вы вели еще активную работу. Я вас видел с виноградом, с грудьями, да? Вот, ладно. Смотрите, дальше пойдет в виде беседы. Ну, я почему начал с ребенка? Пусть запинаюсь, но он уже что-то знает, да? Вот у меня был случай особый, это когда ныне покойный генеральный директор НПО Целемис пригласил меня в гости и с целью уговорить, чтобы я переехал туда. Много было встреч, много было этих самых, самое интересное было такое. Значит, он собрал коллектив, у него 8 кандидатов в наук. Меня представил как, ну пусть я безродный, без племени, но все-таки авторитетный человек. И он сказал, между там рюмками чая, вот, кстати, он наручил чай, да? Он молодец в этом плане, никогда не мелочился. Значит, он сказал, давайте послушаем железа. Я очень коротко, в течение не больше 40 минут, рассказал все, что должно быть, потому что он 3 дня меня возил. Я посмотрел, и, ну, прошло с тех пор сколько лет, 6-7-8. И вот, пожалуйста, сравнивайте. Вот, холм, вот Тимофей, посадка заняла несколько минут. Вот, вот это вот, тот самый, тот самый крупнейший в России питомник. Вот они посадили, прощай, Васину тут надо было написать. Вот, к сожалению, ничего не изменилось. Но, дело в том, что, когда шла вот эта наша неуспешная беседа, вот, в течение этой беседы, он каждый 5 минут говорил, слушайте железа. Ему показалось, что то, что я говорю, необычно, и в то же время нужно, важно. Через 5 минут, слушайте железу, и одна из этих дам, 8 кандидатов в наук, тоже каждый несколько минут говорила, а я вам что говорила? А я вам что говорила? Ну, победила все-таки что? Ну, назовем это классическое садоводство. Вот, насколько оно серьезно. Я, почему мы должны повториться? Я вам покажу много новых фотографий, много интересного. Но я хочу, чтобы мы противопоставили вот этот 8-летний ребенок, я ему исполнил 8 несколько дней назад, да, вот, который умеет садить. А вот это вот, смотрите, извините, что несколько десятков человек это видело ранее. «Посадите яблони в грушу!» Правильно, заметьте, правильно, да, то есть, с Тимофеем мы с тобой два дурака, мы, оказывается, не знаем, как правильно садить. Вот, вот это вот яма заполненная там этим и тем, тем, тем. Затем саженец. Для меня этот саженец, я в таких случаях говорю, взял его в руки, подержал, подошел к яме. А рядом складывай на костер и поджигай. Вот это почему? Можно согреться, можно колбасу пожарить, вот как наши дети, я, Александр, видели, и многие видели, да. Вот. Вот это есть правильно, вот это правильно саженец. Естественно, выращенность пучки. Ну, как можно было выбрать? Мне, знаете, что? Это доктор наук, вот это вот. У него 10 тысяч подписчиков. Самое страшное, что у него лайков 400 с чем-то. То есть это у него столько ярких сторонников, которые научены. Смотрите. Сейчас вы видите, еще не все рассказал. Ну, размер корней вы обратили внимание, да? Знаете, что это? Это такие вещи, обращая я один на всей стороне. Есть такой способ, чтобы вот это верхняя часть, вот эта почка, которая пошла. А вот эта со страшной раны, это подбой. Естественно, что они должны выходить по размеру. Нет, они никогда не совпадут по размеру. Именно поэтому, что подбой толстый. А прямой начинается с почки. Он его не должен догнать. Так вот, чтобы он догнал, придумана вещь, которая называется страшной, лизуистской. И главное, смертельной. То есть наоборот. Они делают тут всегда вот такой страшный шрам. Вот так проводят этим. Бороздавание. Бороздавание, да. Вот это вот. И бороздавание для другой цели. А это именно, чтобы они, мол, теперь у тебя точно срастутся. И теперь этого коллегу несчастного жалко поливают водой. Заметьте, уже полили водой, размеры ямы уже определены. Согласны, что это будет яма. И вот это вот холм, как у Сергея, у Тимоши, или у дяди Сергея, да. Уже полили, она еще провалится. Но доктор наук показалось этого мало. Он делает, вслух говорит, я делаю бордюр. Вот он, видите. Он своими руками, доктор наук, проводит очень серьезную работу. И причем, заметил я, ловко. То есть он начинал с простых этих людей. То есть он прошел всю школу. Почему он остался на уровне 19 века, я вам объясню, почему. Нигде, ни один. А он, а это практически, заметьте, я ни фамилию не одерживаю, нигде работает, не говорю. Из, так сказать, из вежливости или как, из деликатности. Вот. Когда делаются такие вещи, они делаются на сайтах, чтобы у них купили саженцы. Не знаю, как он умудрился выбрать саженец. Ну что, получается, остальные щеки уже так, что. Ну, из лучик, скажем, выбрал, да. Вот эта почка, их не напасешься. Если делать нормальную прививку, когда минимальные раны, помните, улучшенная капулировка или просто капулировка. Даже прививка врача и то не дает таких страшных ран. Вот. То есть он вынужден продавать мягко, скажем, некачественный материал. Вот. Это первое, что и второе. Самое страшное, что здесь идет через запятую глуша. Вот. Почему-то доктор наук, а я на это проверил, меня уже ругают, пускай говорят, никого не критикуйте. Я никого не критикую. Я критикую саму схему. Доктор наук, который сделал этот фильм, он один из тысяч кандидатов, докторов, доцентов, аспирантов, садоводов-любителей. Их вообще миллионы. Кто так прививает, которых научили делать эту страшную рану, да? Садить в яму. Груша, да, в таком виде, с этой страшной раной, тем более, она не выносит посадку в углубление. Я вам ниже потом покажу. Вообще, вот убрать бы слово груша, вреда было бы примерно, ну, в сто раз меньше. Яблони терпеливы. Она терпит издевательства, она терпит страшные раны. Она терпит, это, как называется, она терпит увлажненность. А груши нет. Я когда-то говорю, мне достаточно просто вернуться так, увозрительно. Была прародительница яблонь, груш, без тиры, просто яблонь и груш. Это была прародительница. Попала на землю, вот, семена раскидывала, раскидывала, раскидывала. Где-то семечко прижилось, умерло. Где-то прижилось, где-то умерло. И, в конце концов, казалось, что одни приспособились близким к грунтовым водам, а другие, там, где нет. И вот груша приспособилась там, где очень сыро. То есть не смогла приспособиться. Вот. Почему груш меньше белой? Она слабее у нас. У нас Россия, у нас холодно. У нас она имеет несколько градусов в среднем, а сколько сниже. Она не терпит увлажнений. А ее еще вот сюда, видели ведро? Если бы это была груша. И вот, если бы ни слова, ни груша, польза была бы определенная. То есть прожило бы 5-10 лет, 15 лет. Потом бы умерло, но уже, само собой, вот это все бы сгнило, сдохло. Но она крепкая. Груши нет. Значит, слово груша здесь является страшной ошибкой. Вот. Видите? А теперь последнее. Нет, не последнее. Понятие о корневой шейке нет. А знаете почему? И правильно. Это палка, которая обросла корнями и стала называться подвоем. Правильно? Вот. Это палка. Это не корневая. Это не сеянец. Ладно. Как правило, они сразу закладывают плодушки. Вот они, плодушки. Все верно. Но, естественно, что когда выкапываешь даже палку, пусть, все раз говорю, это палка была, ее привили. Вот. При этом обязательно, непременно, когда это делается, все равно надо отмечать, где она была. Чтобы потом ей по-новому не привыкать. Где воздух, где влажная земля. Так. Где юг-север, пометки нет и быть не может. Вот это не царское-то дело метить. Просто ему в голову не приходит. Это придумано было уже в 21 веке Железово. Вот. И, наконец, Тимофей отрезал верхнюю часть. Так. А он посадил целиком. Вот. Теперь. И отрежешь верхнюю часть плохо. Рано же делаем. И не отрежешь. Вот эти вот несчастные жалкие корни из-за пересадки. Из-за того, что без горшка. Хотя бы в горшке бы вырастили. Ну, это современный 21 век. Уж как-то стыдно без горшков-то. Вот. Он вот это не выкармливает все. Чем выше, тем хуже, хуже. И саженец сразу переходит в разряд болезненных. И тогда начинается то самое страшное, о чем мы поговорим ниже. Вот. Я специально еще раз. Вот они. Все корни. Полыкармитровый саженец. Вот это выкармить не может. Теперь переходим ближе к делу. Вот. Я. Если бы не Тимошка с его лекцией, я бы не стал показывать. Я должен показать две крайности. Потому что саженец, который посадил Тимофей, невозможно убить. Бывает, вырубишь это по уровню земли, лезет и все. А это что? Поживет немножко, если яблоня, сдохнет, если груша. Ну, а теперь идем сюда. Вот отсюда мы укрупнять будем. Вот. Продолжение следует.